Первый дальневосточный женский форум начался с пленарного заседания, или лучше сказать, со знакомства с гостями. Обсудить роль женщины в реализации нацпроектов съехались в Читу представители со всего Дальнего Востока и даже из Китая и Монголии. Форум разбили на семь тематических площадок. Демография – самый проблемный нацпроект для Забайкалия, поэтому в этом секторе так многолюдно. Чудовищный отток жителей и высокая смертность людей с каждым годом все меньше. Только за прошедший год население края уменьшилось на 3,5 тысячи человек, по прогнозам Минтруда. К 2025 году в Забайкале может недосчитаться еще 70 тысяч людей. По итогам 2018 года отмечается уменьшение численности населения на 99 тысяч человек. Задача, поставленная до 2025 года, прирасти на 452 тысячи. Причем эти 452 тысячи, они разбиты. То есть за счет стимулирования рождаемости 73 тысячи, на 43 тысячи надо снизить показатель смертности и 280 тысячи – это миграционные процессы. Демография – самый дорогостоящий нацпроект. Более трех триллионов рублей выделят на то, чтобы увеличить число россиян. Это поддержка пенсионеров, помощь молодым мамам, разные субсидии и оздоровление нации. За счет стимулирования одной рождаемости это сделать трудно. Женщин, находящихся в репродуктивном возрасте, мало, да и те неохотно решаются даже на первого ребенка. Большинство, если беременность все же наступила, без раздумий делают аборт. У нас ежегодно фиксируется свыше 750 тысяч прерываний беременности. Из них только пятая часть по медицинским показаниям. 750 тысяч неродившихся детей – страшная статистика, с которой, к примеру, в Хабаровском крае научились бороться. Открыли кабинеты предабортного консультирования. Без его посещения женщина не может сделать прерывание. Там наглядно показывают – маленький комочек на снимке УЗИ уже человек, и он все чувствует. Результаты не заставили себя ждать. После общения с врачом отказались прерывать беременность 740 женщин. Екатерина Лахова поинтересовалась у исполняющего обязанности министра труда Забайкальского края Евгения Казаченко. Сколько таких центров открыто в Чите? Я предлагаю спросить директора комплексного центра, который непосредственно ведет эту работу. Не, 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 не комплексный центр. Это вам целевой показатель ставят. Да, мы осознаем его, Екатерина Филипповна, и такую работу немного ведем уже. И попробуйте. Несколько лет. Попробуйте. Там место с Минздравом. На этом испытания для Евгения Казаченко не закончились. Выступая на сцене, гости начали замечать, что доклад затянулся. Настолько, что когда министра наконец прервали, в зале прозвучали громкие аплодисменты. Аплодисменты, потому что есть проблема болезненнее и глобальнее, чем сухие доклады. Как рожать, если поставить ребенка на ноги элементарно не на что, а в садике нет мест. Как рожать, если зарплата мизерная. Все эти вопросы так и остались без ответа. Семьям с детьми женский форум уж точно ничем не помог.